Тираспольский военный аэродром уже в шестой раз стал площадкой для полюбившегося всем дрэк-рейсинга на Международный кубок памяти Дмитрия Криворученко. Сотни любителей автотранспорта пришли увидеть мастерство гонщиков из городов Украины, Молдовы и Приднестровья. «Хотел бы поблагодарить всех участников, которые приехали на это мероприятие в это сложное время, ребята с Украины, с Кишинева, наши терраспольские ребята. И, конечно, хочу всех водителей сказать, что будьте всегда внимательны на дороге. Это мероприятие проводится не только в памяти Димы, в памяти того, кто трагически погиб ДТП. Помните, что автомобиль – это средство повышенной опасности и всегда все зависит от вас». Открытие мероприятия предоставили членам клубов «БМВ» и «Байкерам Приднестровья», которые совершили Круг Почета. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как отмечают сами организаторы, с каждым годом участников и зрителей становится все больше, а привлекает всех азарт и дух спортивного состязания. Во-первых, это очень интересное мероприятие, это технический вид спорта, очень популярный, набирающий обороты, в том числе и у нас в республике. Здорово, что сегодня приехали представители Кишинева, Украины, Молдовы, других уголков. Есть тут представители нашей Приднестровской Молдавской Республики, которые довольно-таки достойно выглядят. Ну и, в общем-то, это очень здорово, когда собирается большое количество людей. Вот этот драйв, вот эта увлеченность таким великолепным, таким очень интересным, зрелищным таким видом спорта, техническим видом спорта. Поэтому очень хорошая атмосфера, очень хорошая аура, вот много детей. Ну, конечно, это здорово в этот великолепный субботний день. Поэтому я желаю всем участникам соревнований получить заряд бодрости, массу эмоций, вот, и болеть, естественно, за наших спортсменов. Сами вы приняли участие? С удовольствием. Но я пока не умею, не готов. Может, в следующем году. День выдался очень жарким, а для автогонщиков накал страстей и соперничества еще больше повышал градус. Выдерживали люди, но не выдерживала техника. Пятерым участникам во время заезда пришлось сойти с дистанции в связи с поломками машины. Пятерым участникам во время заезда Как сказать, без первой передачи СССР сцепления Эволюшн и СРТ Две шестерки и шесть за цел Две шесть за цел А кому-то пришлось стать просто зрителем из-за того, что не успел приготовить своего коня к соревнованиям. Ой, потому что я участник всех практически соревнований. Единственное, в этом году не подготовил свой автомобиль. Помогаю, чем могу, своим одноклубникам. Ну и машина – это все-таки моя жизнь. Машину надо вложить не только деньги, но еще и душу для того, чтобы она ехала. А соперники сильные бывают? В моем случае – да. А какая у вас машина, это не секрет? ВАЗ-2108 белый. И что пожелаете участникам? Только побед. Только побед и никаких поломок. Тем, кто хорошо подготовился и проявил волю к победе, неминуемо ждала победа. Александр, что празднуем? Победу. Мы вас поздравляем. Расскажите нам немного о своей машине. Ну, эту машину взял полтора года назад. Она была не очень исправна. Ее доделали и вот вышли на гонку. Ну, в общем, вы ее доделали и заняли первое место, да? Что вы пожелаете нашим гонкам? Всем успехов, удачи и хороших побед. Соперник был очень сильный, было сложно. Вы с собой довольны? А теперь ура на камеру. Ура! В подобных соревнованиях, как правило, участвуют автомобили двух классов. Класс стрит – это машины, не требующие доработки. И класс про, которые специально тюнингуют для участия в подобных состязаниях. Для зрителей подобные шоу проводятся не так часто, как хотелось бы. Поэтому любители скорости и адреналина не стесняются в своих пожеланиях. Я бы хотел, чтобы такие мероприятия проводились более часто. Это очень интересно. Да, наша жизнь – это одна сплошная гонка. И я рада, что есть такие мероприятия, в которых участвует активная молодежь, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Мы просто в шоке. От чего? От всего. Красотища. Классно. А что бы вы нового внесли в этот вид спорта? Вид спорта, не знаю. Трибуну бы поставить для зрителей. Танцующих девушек повыше, чтобы все видели. А то неудобно. Чтобы почаще было. И в это лето хотя бы еще один раз. Мне кажется, уже пора у нас не только на четырехколесных конях делать соревнования на мотоциклах и, может быть, на каких-то еще других видах гоночных транспортов. Еще бы неплохо было бы, чтобы мотоспорт принял в этом участие. В Москве проходит автоэкзотика. Но это как мини-автоэкзотика Приднестровья. Соревнования продолжались до самого вечера. Честование победителей, как и подобает в подобных состязаниях. С пьедесталом, кубками, полезными призами и овациями болельщиков. Пьедесталом, кубками, полезными призами и овациями болельщиков. Пьедесталом, кубками, полезными призами. Пьедесталом, кубками, полезными призами и овациями болельщиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА